Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Рекордсмены по количеству пятерок в Самаре наградили победителей конкурса «Губернаторский дневник». А дорога серую ленту вьется в 16-й раз. Водители трамваев борются за звание лучшего. Финальный аккорд для многих. Российские выпускники сегодня сдавали единый госэкзамен по русскому языку. Ремонт в корпусах, новые крыши, а главное бассейн. В обновленном лагере «Волжский Артек» сегодня с песнями и танцами прошел фестиваль «Подснежник». Китайское ушо от первого лица. Чемпион Поднебесной провел мастер-класс для самарских спортсменов. Рекорды по количеству отличных оценок ставят школьники Самарской области. Впервые в регионе прошла акция. В течение четверти ученики должны были получить как можно больше пятерок. Самые талантливые и трудолюбивые отвечали на каждом уроке. Тех, в чьих дневниках оказалось больше полутора сотен отметок «Отлично» наградил губернатор Николай Меркушкин. Примечательно, что в списке победителей конкурса в основном школьники из районов губернии. 252 пятерки за одну четверть. Рекорд успеваемости поставила девятиклассница из Новокуйбышевска Вероника Горбунова. Пришлось постараться больше времени тратить на подготовку домашнего задания и отвечать на каждом уроке. К тому же больше всех Вероника получила и пятерок по химии. Какую профессию выбрать в будущем, девушка еще решает. Выбор между химиком и журналистом. На самом деле, честно говоря, я очень люблю химию и мне действительно нравится этот предмет. И, возможно, может быть, я буду сдавать его как ЕГЭ и, может, и дальше куда-то пойду с уклоном на химию учиться. Но это еще все обдумывается. Вероника стала победительницей акции «Губернаторский дневник», которая проходила во всех школах области впервые. Глава региона Николай Меркушкин наградил лучших школьников. В их дневниках только за два месяца больше 150 отличных оценок. Мы надеемся, что вы потом выберете учебу в вузы Самарской области. У нас сейчас все больше и больше медалистов, процент медалистов, которые остаются на учебу в Самарской области. В вузы сейчас активно работают, подтягиваемся. Самарский университет – участник федеральной программы и имеет все шансы войти в сотню лучших вузов мира. Кроме того, в регионе есть два опорных вуза. Создается научный «Гагарин-центр». Отличники задали свои вопросы губернатору, спрашивали и о наиболее востребованных сегодня специальностях, и об олимпиадах для школьников, и о привилегиях, которые дает учеба в Центре для одаренных детей. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Сегодня российские выпускники сдавали единый госэкзамен по русскому языку. Это обязательный предмет, и для многих испытание стало завершающим. Самарская область традиционно показывает хороший результат по русскому, в основном из-за сильной школы преподавания, которая складывалась десятилетиями. В этом году тоже расчет на высокий средний балл. Олег Зверев побывал на одном из пунктов проведения экзамена. Самим участникам экзамена трудно сказать, это день праздника или напряженный труд. Слишком высока ответственность. Русский язык обязательный для всех предмет, и выпускникам предстоит показать то, чему научились за 11 лет. Хотя обстановка вокруг торжественная. Все внимание только им. К строгим правилам уже успели привыкнуть, а вот родители дома волнуются. Готовились в течение двух лет с 10 класса. Прорешивали различные задания, материалы просматривали, что-то новое изучали. Волнения особого нет. Сегодня уже шестой экзаменационный день. В общей сложности в пункты проведения экзамена пришли более 12 тысяч школьников. Из них 93 с ограниченными возможностями здоровья. Для них созданы специальные условия. В этом году ЕГЭ проходит в основном по тем же правилам, что и год назад. Министерство образования уверено в результате. Тем более, что на протяжении многих лет регион показывает высокий результат по русскому языку. Преподавание русского языка в нашем регионе осуществляется на очень высоком уровне. Если мы сегодня основной упор уделяем повышению квалификации учителей физики, математики, потому что мы знаем, что там у нас есть определенные слабые стороны, то по учителям русского языка у нас ситуация стабильная. На протяжении последних лет регион постоянно входит в число регионов, которые успешно проходят и единые государственные экзамены, и проверочные работы. Это завершающий экзамен для тех, кто ранее уже сдали математику, информатику, физику, литературу, географию и общество знания. У остальных впереди еще четыре экзаменационных дня. Испытания предстоят тем, кто выбрал иностранные языки, химию, историю и биологию. Олег Зверев, Дмитрий Бешканцов. События. Два миллиарда триста миллионов рублей в этом году потратят на ремонт самарских дорог. В порядок приведут магистрали, мосты и перекрестки. На особым счету улицы, которые будут востребованы во время чемпионата мира по футболу. О том, как ведется большая дорожная стройка, знает Алина Чемерес. Грандиозный дорожный ремонт. В этом году в Самаре приведут в порядок 43 крупных магистрали, два моста, Южные Авроры, около 20 внутриквартальных проездов и почти 40 перекрестков с трамвайными путями. Обновление транспортных артерий завершено уже почти на треть. В этом году на ремонт самарских дорог из бюджетов всех уровней направлено более двух миллиардов рублей. Завершается и обновление магистралей, которые начали приводить в порядок еще в прошлом году. Это Волжский проспект, там тротуаров немного нам осталось доделать. Улицу Осипенко мы доделали совсем недавно. В эксплуатацию принимаем где-то в сентябре месяце объекты все официально. А так уже можно по ней ездить, ходить. В этом году дорожные службы согласовали работу с ресурсоснабжающими организациями. Они закончат ремонт коммуникации 10 июня, чтобы не допустить вскрытия уже обновленного дорожного полотна. В первую очередь в Самаре в порядок приводят гостевые маршруты, магистрали с интенсивным движением, дороги, по которым поступили предписания прокуратуры и полиции и обращения жителей. Здесь городские власти сотрудничают с активистами Общероссийского народного фронта, кто ведет проект «Карты убитых дорог». На 17 дорогах из перечня представленного ОНФ работы уже завершены. Кроме того, в этом году преобразятся еще 14 участков. По данным ОНФ, одно из проблемных улиц жители считают дачную. Она в планах на реконструкцию. Город намерен обратиться за поддержкой регионального бюджета. Что касается новых дорог, сейчас ведутся работы на улице Осетинской и Заводском шоссе. Пока мы ведем работу на участке протяженностью 1600 метров, приводим эту дорогу до состояния, до категории магистральной улицы общегородского значения. На ней будут тротуары, которых в настоящий момент нет, ливневая канализация, в которой нет освещения. На тех участках Заводского шоссе, где тротуары будут трехметровые, комфортно смогут себя чувствовать не только пешеходы, но и велосипедисты. Качество ремонта дорог каждый день контролируют сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии. Сегодня почти все подрядчики устранили недоработки. Дорожный ремонт не прекратится и во время Чемпионата мира по футболу. В 2018 году планируют перевести в порядок магистрали в промышленном, Кировском и железнодорожном районах, не мешая проведению Мундиаля. Валерия Макарова, Алина Чемерс, Константин Головин. События. В Самаре выбирают лучшего водителя трамвая. В городе проходит 16-й конкурс профмастерства. Традиционно в финал вышли 9 участников. За профессиональными баталиями наблюдала наша съемочная группа. Внимание! Старк! Старт дан. В финале городского конкурса лучшие водители трамваев Самары. Всего 9 участников. Они уже прошли отборочные этапы конкурса и теперь демонстрируют свое мастерство в финале. Денис Рябых только в начале карьеры. Водителем работает полгода. Профессия интересная и, что главное, очень ответственная, признается водитель. Поэтому нужно постоянно повышать свой уровень. Это возможность проверить себя и свои знания, свои навыки. Водитель должен всегда повышать свой уровень и всегда стараться что-то новое даже для себя узнавать. В программе конкурса теории практиковождения. Также участникам нужно сдать приемку подвижного состава, рассказать устройство трамвая и продемонстрировать культуру обслуживания. Всего 5 экзаменов. Это уже 16-й городской конкурс профмастерства для водителей. И с каждым годом выбирать лучших становится все труднее, говорят организаторы. Конечно, уровень мастерства растет водителям, потому что с ними занимаются. Постоянно проходят теоретические занятия, практические занятия. И вот конкурс, конечно, показывает, что да, у нас уровень мастерства водителей трамвая растет. Победитель городского этапа будет представлять Самару на всероссийском конкурсе в профмастерство водителей трамвая, который пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Руководителю департамента градостроительства Сергея Рубакова сегодня предъявили обвинение. Напомним, в отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье «Предложение посредничества во взяточничестве». По версии следствия, в мае этого года Сергей Рубаков вызвался помочь директору управления капитального строительства. Он должен был передать взятку размером в 2,5 миллиона рублей сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те закрыли уголовное дело. 2 июня в одном из самарских ресторанов сделка состоялась, и Рубаков получил обещанные деньги, после чего был задержан на месте с сотрудниками ФСБ. Сейчас чиновник находится под домашним арестом, свою вину не отрицает и сотрудничает со следствием. Больше двух тысяч обращений подали жители Самарской области в Государственную инспекцию труда. С начала года специалисты службы провели 450 проверок. Особенно остро стоит проблема теневой занятости. Работодатели предпочитают не платить налоги, не заключают официальный договор и выдают работникам заработок в конвертах. При таких условиях доказать свою правоту в случае конфликта очень сложно. Чаще всего трудовое законодательство нарушают в сфере торговли, службах такси и настройках. В случае, когда сотрудник не оформлен официально, он автоматически лишается будущих пенсионных накоплений и многих социальных выплат. При выплате серой заработной платы человек, гражданин, определенных социальных пособий недополучает. Соответственно, например, выплаты по больничным листам или выплаты отпускных. При необходимости получения кредита в банке может быть отказано в связи с маленькой заработной платой. Сотрудникам АвтоВАЗа обещают поднять зарплату уже в следующем месяце. Насколько увеличится заработок, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце недели нефть немного прибавила в цене. Баррель марки «Бренд» стоит 48 долларов 5 центов. Валюта дорожает. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 57 рублей, евро 63 рубля 78 копеек. Золото стоит 2353 рубля, серебро 32 рубля 25 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллара можно было купить за 57 рублей 22 копейки, дороже всего продать за 56 рублей 88 копеек. Продажи легковых автомобилей в стране в мае выросли почти на 15%. Ниссан отзывает в России почти тысячу кроссоверов Тирана из-за проблем с проводкой. А сотрудникам АвтоВАЗа обещают повысить зарплаты на 5% уже с 1 июля. Повышение коснется всех, кроме топ-менеджмента. На этом все. Удачи в делах! Таланту надо помогать. В лагере «Волжский Артек» состоялся заключительный концерт фестиваля творчества детей социально незащищенных категорий «Подснежник». За 20 лет через этот фестиваль прошло более 50 тысяч ребят, многие из которых стали профессиональными артистами. Жюри отсмотрели 172 творческих номера, многие из которых посвящены Году экологии. Поздравить детей с праздником приехали первые лица. Заодно и прогулялись по лагерю и убедились в том, что «Волжский Артек» соответствует всем требованиям. Мариана Мирная продолжит. Лучшее детям в лагере «Волжский Артек» установлены душевые системы обогрева через солнечные батареи. Отремонтированы все жилые корпуса, приобретено звуковое и световое оборудование для проведения массовых мероприятий и построен открытый бассейн. Мы сегодня увидели прекрасный бассейн, который Олег Борисович в том году сказал, что построен. В этом году он стоит, дети купаются. Мы видим новые корпуса, мы видим отличные санитарно-технические комнаты. Но это быт, это жизнь. Как известно, что культура нации определяется по состоянию ее общественных мест. Построенный еще в 1945-м «Волжский Артек» долго не видел ремонта, а ведь именно здесь в советские годы снимался фильм «Тимура и его команда». Последние пять лет в Артек вкладывают немалые средства. Очень бы хотелось, чтобы здесь были корпуса, которые способны обслуживать наше население, в том числе наших детей, круглый год. Чтобы летом это использовалось для оздоровительного отдыха, чтобы зимой это использовалось для того, чтобы детей подлечить, чтобы здесь работали образовательные программы. Сегодня в Волжском Артеке большой праздник – заключительный концерт фестиваля «Подснежник». Участники – дети социально незащищенной категории. В этом году фестиваль юбилейный «Подснежнику» исполнилось 20 лет. И за это время он вырастил больше 50 тысяч талантливых ребят. Дать им шанс испытать себя, попробовать себя в этом поприще. И за 20 лет, вы знаете, у нас большое количество ребят стали профессиональными артистами. Наши ребята выходят на сцену, не боятся, не боятся публики, не боятся показать себя с самой лучшей стороны. Организуя летнюю оздоровительную кампанию, большое внимание уделяют безопасности детей и соблюдению санитарных антитеррористических требований. Конечно, не забывая о создании комфорта. В детских оздоровительных лагерях обновляют мебель, закупают новое оборудование и инвентарь. И укрепляют материально-техническую базу. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Поговорка актуальна сегодня, как никогда. Ведь именно 9 июня во многих странах, в том числе и в России, отмечается Международный день друзей. Мы надеемся, что в вашей жизни есть хотя бы один человек, которого вы захотите от всей души поздравить с сегодняшним праздником. Ведь Международный день друзей для того и существует, чтобы независимо от жизненных обстоятельств и перипетий мы вспомнили, как они важны для нас. Наша съемочная группа попыталась узнать, верят ли в дружбу самарцы, сколько может быть настоящих друзей и бывает ли дружба между мужчиной и женщиной. Как вы думаете, есть ли настоящая дружба? К примеру, к сожалению, привести не могу, но в настоящую дружбу я еще верю. Ну, это жизнь доказывает. Безусловно, есть, конечно. Конечно, есть. Конечно, есть. Но дружба – это работа. Она не падает на нас, как манна небесная. Мы должны работать, мы должны быть преданными, честными, откровенными. Сколько настоящих друзей за всю жизнь может быть у человека? Один, два, не больше. Я думаю, человека два, не больше. Один друг всегда бывает один. Самый настоящий. Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной? Ну, у меня такого не было. Ну, почему нет? Допускаю. Дружба возможна, но это очень тонкая грань, которая всегда может быть переступить эту черту. Поэтому, если дружба такая есть, нужно быть аккуратным. Верю. Верю в дружбу. Может она быть. Но, мне кажется, все равно подтекст легкой влюбленности может присутствовать. В Самару приехал мастер Ушу. Чемпион Китая Пен Оуфен неделю тренировал юных спортсменов. И не только научил правильно двигаться и наносить удары, но и раскрыл некоторые секреты философии боевого искусства. Уроки Ушу взял и Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Пен Оуфен заниматься Ушу начал в 6 лет. Китайского мальчика на тренировки заставлял приходить его дядя. Оуфен сначала даже не понимал, что он вообще делает в спортзале. Просто повторял движения за тренером. А когда через пару лет выиграл первые соревнования чемпионат Шанхая, решил, что обязательно станет мастером. В этом году он сделал еще один большой прыжок к своей мечте. Стал чемпионом Китая. Когда я поднимался на вершину мастерства, я много раз падал, получал травмы. Но поднимался и продолжал тренироваться и выступать на соревнованиях. Я знаю, к чему я стремлюсь. Титул чемпиона – это признание среди спортсменов. Но я хочу стать мастером Ушу, понять до конца философию этого боевого искусства. И поделиться этим с молодыми спортсменами. В Самару чемпион Китая по Ушу приехал в гости к другу – местному сенсэю. А чтобы не прекращать совершенствовать свое мастерство, дважды в день продолжает тренироваться. А заодно помогает тренировать и самарских спортсменов. Прошли все китайские игры в Китае в этом году в середине мая. То есть он участвовал в этих соревнованиях, занял второе место по искусству владения мячом дзянь. И сразу же к нам приехал. Под его руководством ребята совершенствуют свое гунг-фу. Илья Овчинников начал спортивную карьеру в бассейне. В итоге приплыл в спортзал. Китайское боевое искусство Ушу оказалось ему по душе. Здесь тренер учит чему-то большему, чем просто махать ногами и боевым оружием. Тут элементы и легкой атлетики, и гимнастики. И самое главное – это все-таки единоборство. Учит защищать себя. Ну и духовно очень сильно развивает. Мы знакомимся, например, с китайским искусством, с китайской идеологией. Мастер-класс от китайских мастеров Ушу не проходит бесследно. В этом году самарские спортсмены дважды добились успеха. По три медали завоевали на чемпионате России и на международном турнире «Московские звезды». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Считайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и отличных выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь пойдет трамвай. От улицы Ташкентской до стадиона Самара-Арена вдоль московского шоссе строят новую линию. Под улицей дальний трамвай будет проходить в подземном тоннеле глубиной до 9 метров и протяженностью 340. На сегодня готовность тоннеля оценивают в 30%. 1 октября монолитные работы обещают закончить. Останется только засыпать котлован и обустроить тоннель. Новая трамвайная линия протянется на два с лишним километра от улицы Ташкентской до Разворотного кольца. Оттуда до стадиона нужно будет пройти еще примерно с километр пешком. Сейчас строительные работы ведутся круглосуточно. По графику трамвайная линия будет готова в апреле следующего года. Одновременно со строительством новой линии идет реконструкция путей от площади Урицкого до улицы Ташкентской. Именно с площади Урицкого свой маршрут будут начинать трамваи, доставляющие болельщиков до стадиона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бетонные конструкции, два тоннеля и кольцо на пересечении Московского и Ракитовского шоссе готовы на 95%. Осталось забетонировать одну подпорную стенку. Затем здесь начнутся дорожные работы. Бригада рабочих трудится круглые сутки. Движение по тоннелю в Московского шоссе планируют открыть уже в этом году, но не раньше осени. На пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова дело идет чуть быстрее. Здесь с бетонными работами закончили, началась покраска. Строительство двух транспортных развязок – важная часть реконструкции Московского шоссе. Путепроводы тоннельного типа на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе обеспечат беспрепятственное движение транспорта по основному ходу. Само Московское шоссе будет шестиполосным, по три полосы в каждую сторону. Также построят боковые проезды, где будет выделенная полоса для общественного транспорта. И здесь же расположатся парковочные места и велодорожки. Электрички ходят, строители работают над железной дорогой, которая ведет в аэропорт. Возводят путепровод длиной 156 метров. Это часть новой дороги от поселка Волжский до аэропорта Курумыч. Путепровод возвышается над землей на 12-метровых бетонных опорах. Сама конструкция полностью металлическая. Параллельно с возведением путепровода рабочие делают насыпи, чтобы соединить дорогу с мостом. Для этого каждые 30 сантиметров песка проливают водой и выравнивают. Слой за слоем, пока высота насыпи не достигнет путепровода. Затем установят переходную плиту и все вместе соединится дорожной одеждой. Строительство новой дороги идет круглосуточно. В целом ее готовность оценивается в 60%. Объект разделен на несколько участков. Разворотное кольцо рядом с новым терминалом аэропорта уже заасфальтировано. Газоны вдоль дороги тоже приведены в порядок. Такая развязка сделает удобными подъезд и выезд из аэропорта. А время пути из города до воздушных ворот сократится в полтора раза. Новая магистраль протянется на 5 километров, по две полосы в каждую сторону. Проезжать по ней можно на скорости 120 километров в час. Движение обещают открыть уже в конце этого года. Сейчас улица Арена-2018 – это только тонна песка и щебни. Но уже через год именно этой четырехполосной дорогой и девятиметровыми тротуарами по краям и пойдут болельщики, чтобы переживать за свои любимые команды на чемпионате мира. Арена-2018 соединит две самарские магистрали – Волжское шоссе и улицу Демократическую. Эта дорога станет основным маршрутом для футбольных болельщиков. Съезд к стадиону будет осуществляться через пересечение с улицей Дальней. Сейчас на объекте длиной почти 3 километра заканчиваются земельные работы. Песчаный слой работники уложили уже наполовину и приступили к строительству щебеночного основания. Все материалы проходят обязательно контроль на соответствии качеству. Пересекать дорогу пешеходы смогут по подземным переходам. Их пропускная способность – до 12 тысяч человек в час. В тоннели спускаться смогут и маломобильные горожане, и велосипедисты. Пандусные входы готовы на треть, а вот сами переходы почти полностью. Сейчас на объекте трудятся 60 человек и 38 единиц спецтехники. Дорожники уже начали укладывать асфальт, а уже в ноябре здесь полностью обкроют движение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова